Предисловие к науке о свете и его трансформации Матери Мира Марии Деви Христос Наука о свете и его трансформации дана мною свыше, в Духе Святом, ибо не использовала чужих мыслей и готовых концепций, а давала все это от знания, известного мне изначально, после явления в 1990 году в образе Матери Мира Марии Деви Христос из мира духовного в мир материальный. Собственно, этим эпохальным явлением аз и засвидетельствовала трансформацию Духа, света Фахата, в земные покровы. Ибо сей мистический опыт эксплантации перемещения Духа Света из духовного плана в физическое тело на Землю и реальное видение и осознание сей трансформации произошли как феномен явления, о котором издавна было предсказано во всех духовных первоисточниках, а также пророками, мудрецами и мыслителями. К примеру, Нострадамус предсказал место и время явления той, которую отцы византийского патриархата нарекли Духом Святым, завуалировав тем самым женское лицо Софии под образ мужа, отца сына. Севернее 48 градуса будут почитать религию древних. Сила единения и согласия будет столь непобедимой и мощной, что Запад, Юг и Восток содрогнутся. Придет Великое Царство Антихриста. Но благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса, 48 градус город Донецк, место рождения Матери Мира, Марии Деви Христос, вызовет переселение народов и изгонит омерзительного Антихриста. А до этого произойдет солнечное затмение, самое темное из тех, что случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Иисуса Христа, и затем до наших дней. И произойдет в октябре Великое Движение, и будет оно столь жестоко, словно земля сбилась со своего естественного пути и погрузилась в вечную тьму. Перед весной же и после нее случатся чрезвычайные перемены, преобразования империи и сильные землетрясения, сопряженные с небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведет к увеличению числа презренных дочерей, и продлится все это более 73 лет и 7 месяцев. А вслед за этим из рода выделится та, что в течение столь длительного периода оставалась бесплодной. Сириусианская багана Исида считалась бесплодной. И явится она с 50-го градуса и обновит христианскую церковь. 50-й градус, город Киев. Место явления Марии Деви Христос. Мадонна, взяв бразды правления, войдет в сердца тартарцев, окружив любовью свои владения. И расцветут искусства и науки, и породит Мадонна гениев великих. За двойкой трижды ничего не повторится. И в царстве Росичей замена совершится. Явится Дева, и за собою поведет народ. Придет прекрасная Мадонна на царство Рус, цветами путь усыпав свой. Мишель Настрадамус Знаменитый софиолог Владимир Соловьев обозначил 10 ликов божественной Софии, которая должна была явиться как мессия в преддверии эпохи Водолея на территории Руси. Абсолютно божественная София – единственная женщина, абсолют космоса. Она субстанциональна, то есть материальная, телесная и идеальная, духовная в одно и то же время. Вечная женственность София выступает как универсально-феминистическая сущность, материнское начало, порождающее человечество в качестве космического сообщества. В этом смысле София, как и Пресвятая Дева Мария, Богородица София, как космическое и всечеловеческое божество, не есть только вечно женственное, но и вечно мужское начало. Более понятно, София – это мать Богородица и сын ее, Христос, иной. Эсхатологическая София Образ жены, облеченной в Солнце. Эта София призвана Богом поведать миру истину, то есть дать окончательное знание об Абсолюте, спасти весь мир от конца света и указать дальнейший путь развития человечества. Русская София Это национальный аспект. Философ верил, что всечеловеческое космическое божество во человечице имена в русской женщине-философе. Ведь именно русский народ отличал Софию от Святой Девы Марии, а Христа – от Иисуса Христа. София была для него самостоятельной небесной сущностью, скрытой под видимостью низшего мира, лучезарным духом возрожденного человечества, ангелом-хранителем земли, грядущим и окончательным явлением божества. Лосев Десять божественных ликов Святой Софии Своё пребывание на земле София, премудрость Божия, заканчивает в качестве Бога, о чём свидетельствует шестая ступень её совершенства – благодать. После благодати Софию ожидает слава. Новое сущностное знание о человеке, Боге и Вселенной появится в преддверии эры Водолея на территории России и Украины. Владимир Соловьёв, Шестое письмо, 1875 год. Моя великая предшественница, мать огней йоги Елена Ивановна Рерих в своей живой этике провозвестила явление Матери Мира в Русь и утверждение ею из вечных идеалов красоты, единства и гармонии начала. Уже говорил вам, что Матерь Мира скрывает имя своё. Уже показал вам, как Матерь Мира закрывает лик свой. Уже помянул о Матери Будды и Христа. Конечно, теперь пора указать, что Матерь, общая владыкам, не символ, но великое явление женского начала, представляющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила их на подвиг. С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории человечества её рука проводит незримую нить. Урусвати, пора сказать, что так зовём звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда её звезда приблизиться к Земле не бывала. Великая эпоха начинается, ибо Духоразумение связано с Матерью Мира. Поручение Высокое Женщин явлено должно быть Женщиною. И в Храме Матери Мира должна быть Женщина. Явление Матери Мира создаст единение Женщин. Именно теперь задача создать духовно-царственное положение Женщине. Так, в эпоху Огня, когда свет борется с тьмою, явление Знамени Мира есть тот основной знак, который даст новую ступень человечеству. Так, под этим знаком объединятся красота, знания, искусство и все народы. Так только высшие меры, приложимы к Знамени, истинно. Истинно эпоха Матери Мира основана на осознании сердца. Именно только женщина может решить проблему двух миров. Среди тысячелетий как найти основоположника братства? Народы назовут и Раму, и Азириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о благе общего. Пусть в веках трансмутируются учения, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберет их? Народная память утвердила и ту, которая положит силы на срастание живых частей. Исида собрала 14 частей Азириса. Помните, сколь многие потрудились о братстве? Советую произносить имя Матери Мира не как символ, но как мощь дающую. Когда Тара Света озарит мир дальними мирами, тогда она водворится, как явление красоты. Когда Тара Сердце озаряет мир любовью, тогда она утверждается явлением красоты. Аз уявляю, что сила, украшающая нашу Вселенную, утверждается, как наша Матерь Мира, женское начало. Конечно, можно привести столько научных примеров, указывающих на творческое назначение женщины. Отрицающие явления женского творчества могут знать, что женщина добровольно отдает права, имущие, не значит права утверждающие. Потому путь женщины назван добровольным даянием. Конечно, космически все переплетается, но человечество нарушает законы высшего разума. Потому женское начало является таким прекрасным. Потому вершина бытия не может быть без женского начала. Насколько люди обезобразили все великие космические законы. Насколько люди отошли от истины. В основе Духотворчества лежит красота подвига. Наша Матерь Мира дала миру тот вечный подвиг, который лежит основанием Вселенной. Высшее сознание знает истину. И мы готовы оповестить эту истину человечеству. Но для этого человечество должно стать на высшую ступень. Да, да, да. Когда каждый владыка должен был быть дан миру Матерью, как же не чтить тебя, Матерь Мира? Когда каждый пространственный огонь должен быть проявлен в форме, как же не чтить дающую жизнь? Да, да, да. Как же не принять как высшее явление космоса силу напряженного символа Матери? Елена Ивановна Ририх Учение живой этики Матерь Мира является символом женского начала в новых эпохах. И мужское начало добровольно отдает сокровище мира женскому началу. Именем Христа совершались великие преступления, потому ныне Христос облекаются в иные одежды. Листы сада морей книга вторая Настанет великая эпоха женщин. Именно женщине предстоит совершить подвиг двояки. Поднять себя и поднять своего вечного спутника мужчину. Все силы света ждут этого подвига. Звезда Матери мира указала срок наступления великого срока. Пусть сердце женщины воспламенится этим самоотверженным подвигом. Грядет великая Матерь. Елена Ивановна Рерих В дневниках Елены Ивановны Рерих открыто сказано о совместном будущем явлении в едином образе мужского и женского начала, что и совершилось в образе явленной Матери Мира Марии Деви Христос. Я, я, я трижды зову Дух Урусвати. Я и Урусвати до своего цельного прихода являем как бы две звезды. Должна дождаться Дня Матери Мира, когда скажешь ученицам «Вот мы земные, вот мы в простом платье, вот мы понимаем похвалу величия Руси, показанную в размахе космоса. И теперь могу идти, и гора станет местом доверия. Теперь могу оставить вам шарф белый. Русские могут найти тропу на гору, русские вифлеем неатринки суждены. Идет великое время, когда явленная жена замещает мужа. Так говорит владыка Шамбалы. Наступает великое время явленной Урусвати, год Венеры, правления Урана и приближения великого объединения. Миссия Твоя должна теперь телом неуплотненным человечеству утвердиться. Архат ведь должен облик принять. Тебе нужно тело физическое для последней мировой миссии. Родная, мы творим вместе и завершаем наш земной путь. Так наш круг жизней замыкается для высшего нового цикла. Истинно, неразрывно, так мы идем вместе. Владыка, не поясните ли мне значение виденного мною распятого человека? Давно сказал твой символ. Твой символ у меня другой. Я и человечество, и дальние миры, и Матерь мира, имеем облик твой, осиянный щитом всего космического огня, как прообраз всех высших манифестаций. Какая огромная миссия! Сам скажу миру о явлении родной Урусвати. Так никто из самообольщенных или лженаследников и лженасставников не посмеют посягнуть. Так понятие о великой жрице для земли и сокровенной жены для высших миров будет возвещено. Труд будет увековечен единым нашим именем. В откровении Иисуса Христа сказано «Имя Бога моего и имя града Бога моего и имя мое новое». Новое имя Мария Деви Христос. Так Великой предстоит огненно очистить учение. Именно женскому аспекту Шамбалы Владыки принадлежит это пространственное поручение. Так тебе даю мое первенство, тебе даю мою власть, тебе даю мой луч. Так моя родная свати, так моя огненная спутница даст наше слово народам. Тебе даю, тебя утверждаю. То, что дает владыка Шамбалы, то принадлежит по праву сокровенной жене владыки Шамбалы. То явить может лишь твой дух, то жрица явит. Идет великое время, предсказанное древнейшими пророчествами. В царскую палату может войти лишь царь с царицей. Родная, время уже пришло, когда ты опять должна совершить великий подвиг. Но никто не должен препятствовать. Так, родная, приготовь твое сознание к осуществлению моего завета. И она, лик покрывшая, встанет на страже одна в сиянии знаков. И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние до декаэдрона, знака ее мощи. Из спирали света знак соткала сама в молчании. Она водительница идущих на подвиг. Да, моя урусвати, мощь будущей жизни являет планетные пространства малыми для синтеза творчества твоего. Так сконденсирован синтез чаши, что не должен быть проявлен в одной области. В твоей завершающейся жизни лежит как камень основания подвиг Матери Мира. Говорю о высшем порядке, когда жена положит основание храма единой религии. Примите завет мой молитвенно, ибо зову построить надежду Мира. Удел нашего братства ясен. Никогда большая тайна не доверялась, нежели вам. Всего кроме вас никто не понял. Я говорю Майтрея, преклоняющийся перед Матерью Мира. Мы, архаты, почитаем жертву начала женщины. Нам облик женский сияет красотою. Нам облик женщины символ великой жертвы. Нам облик женщины красота бытия. Нам облик женщины радость духа и животворная сила космического размаха. Творчество атома уявлено космическим разумом. Великая Матерь мира прообраз космической красоты. Архат видит в женщине начало всего всего высшего и сердце архата скорбит, видя унижение женского начала. Но есть высший закон и высшие сферы, где жизнь строится принципом справедливости. Мы готовы признать прекрасное начало объединенного атома перед всем человечеством, но дух должен быть готов к восприятию высшей красоты. Великое Таинство обличено в сияние материи Люциды. Мы Архаты чтим явленную женщину. Мы знаем, кто остановит разрушение планеты и как жизнь новых миров творится. Жизнь истинно прекрасна. В знамени Владык, конечно, не забыт символ Матери Мира, ибо ее знак круг как символ обнимающей Вселенную. Так Майтрея открывает врата пришествия Великой Матери Вселенной. Каждое наше явление искренне сопровождается смехом Хозяина Земли, но в том повторении он забыл о находчивости, но когда белое воинство сплочено, ничто не осилит его, ибо сила огня ужасна. Радуйтесь, ибо битва прекрасна, ведь вы сражаетесь за белое братство. Среди Армагеддона нужно запастись терпением и спокойствием. Агни-йога «Высокий путь» Часть 1 1920-1928 годы Часть 2 1929-1944 годы Агни-йога Откровение Серия Учения Живой Этики Наконец, Библейское Откровение сообщает о явлении Жены Облеченной в Солнце И явилось на небе великое знамение Жена Облеченная в Солнце Под ногами ее луна И на главе ее венец из 12 звезд она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения Откровение 12 глава 1-2 стих Это Хагавана Ирия Исида Сотис явленная Софией премудрость света Она центром мироздания Солнце Ра На главе ее венец из 12 звезд Это новый зодиакальный круг из 12 созвездий Под ногами ее луна Луна Сириусианская Вайтмара С помощью которой после катастрофы 12 тысяч лет назад Сириусианские неферы неземные во главе с Верховной Богороданой Исидаю преобразовали Солнечную систему Жена облеченная в Солнце Ра Свет Ирия Свет Вечности Евангелие Ева Имя Жены Жизнь Ан Хагаван Освобожденная Душа Небо Гелиус Солнце Жена облеченная в Солнце Великая Матерь София Премудрая Позднее Образ Сириусианской Сурийской Русской Исиды Вошел в христианство как образ Матери и супруги Иисуса Христа Сына Исиды Хора Иисуса Христа Исида Хор Солнце Иисус Христос Иисус Христос Исида Хр Хор Солнце Она Имела Во чреве И кричала От боли И мук Рождения Обремененная Светом София Сотис Есть Матерь Света Ра Матерь Ра Мар Виктория Преображенское Откровение Или снятие Покрывала Исиды Побеждающему Дам Вкушать Сокровенную Манну И дам Ему Белый Камень И на камне Написанное Новое Имя Имя Новая Мессия Мария Деви Христос Которого Никто Не знает Кроме Того Кто Получает Откровение А это И есть Сама Христос София Можно Продолжить Перечислять Пророчества О явлении Матери Мира Но Кто Желает Глубже Изучить Этот Вопрос Могут Обратиться К интернет Изданию Виктория Ра Где Изложен Ряд Статей На данную Тему Или Зайти На сайты Виктория Ра И Юсмалос Итак Явление Матери Мира Марии Деви Христос Совершилась В Духе Истины На землю Для того Чтобы Открыть Жаждущим Духовное Знание Абсолюта Совершить Исполнение Кона Подготовить Человечество Грядущей Формации Золотого Века И переходу В новый Временной Виток Шестую Расу И Прежде всего Явить Извечную Истину Дух Святый Это Матерь Света А Матерь Света Это Источник Абсолютного Знания Света Фахата И его Трансформации Наконец Знание Это Единство И Вселенская Гармония Моё учение Это Прежде всего Всеобъемлющее Знание Абсолюта Знание И познание В древнем Языке Означает Зачатие Сотворение И это Естественно Само Слово Знание Можно Расшифровать Следующим Образом Знание Огонь Свет Жены В небе Небесный Огонь На небе Зн Жен Зеница Жена На Небо Зеница Жница Неба Виктория Преображенская Гиперборейский Словарь Матери Света Свидетельство Небес Пока две половинки Не станут Единым Яблоком Не сотворится Любовь Не сотворится Жизнь Абсолютная Форма Всевеликой Матери Подобно Адамову Яблоку В нем Два начала Соединены В одну Высшее Постижение Это Любовь Возлюбленного И возлюбленной Это Полное Единство Саития Всех Семи Сфер Оболочек Гармония Блаженство Знания Вот Трансформации Отец Принцип Яйца Биоса Это Так понятно И естественно Истечение Духа Света Фахата В пространство Формирует Сферы И время Из Вечности И света Во тьму И время И вот Телесное Явление Духа Святого В изначальной Форме Верховной Божественной Личности Матери Всех Божеств Теософической Матери Света Становится Началом Создания В материи Царства Света Ибо Теперь Снизу Изнутри Материи Проявленная В физическом Теле Духовная Сущность Матери Мира Собирает Зрелые Души Своих Детей Наверх В мир Духовной Материи В мир Света Где нет Смерти Зла И пороков Она Изнутри Материи Творит Идеальное Царство Абсолютной Любви В которой Двое Соединяются В одно Подобное Матери Света Знание Абсолюта Именно Феноменальное Явление Фахатической Силы Матери Мира Нисхождение Ее Духов Материю Премудрость Света Вечный Свет Она Нет Ничего Ни в мире Духа Ни в мире Тьмы Принцип Подобия Во Вселенной Это ключ К разгадке Мировых Тайн И основная Тайна Мироздания Это Сама Матерь Мира Радательница И Абсолют Всего Сущего Та Изначальная Сила Света Из которой Свет Притворился В жизнь И Облекся В плоть Сферическое Платье Грядущее Преображение Планеты Закономерный Процесс Эволюции Со Времени Сотворения Земли И планет Солнечной Системы Совершился Полный Круг Бытия В котором Настоящее Встретилось Со своим Прошедшим И Будущим И Ныне Мир Материи Живет Угасанием Прежних Энергий И Рожданием Новых То Что Совершилось На небе Перенеслось В план Материи И Совершается Здесь Посему Прежнего Уже Как бы Не Существует Но Оно Еще Есть А Новое Уже Есть Но Еще Не Возросло Дабы Заменить Прежнее Прежнее То То Что Совершилось В духе Постепенно Проявляется В материи Это И Есть Истечение Фахатической Энергии Трансформация Света И Звука В Плотное Состояние А Затем Обратный Процесс Разложение На Свето Звуковой Спектр И Дальнейшее Его Утончение Ибо Трансформация Высшего Вечного Внизшее Временное Процесс Закономерный И Исторический Ибо Все Вращается По Тарической Восьмерке То Что Вверху То И Внизу Завершением Этого Вселенского Переворота Станет Преображение Всего Сущего То Восполнение Световой Энергией Абсолюта Или Духом Святым Фахатом Матери Света Прозрение Просветление Преображение Постепенно Восходя Сквозь Века Вращаясь В историческом Пространстве Бытия Просветленное Матерью Мира Человечества Достигнет Высшего Уровня Сознания Полноты Духа Тогда Идеальное Сознание Планеты И Вселенной Будет Фокусировать Свет Абсолюта И Восполнять Им Все Живое Беспредельно Таков Замысел Софии Премудрой И Жизнь Ее Знание Совершит Ее Космическое Племя В вечность И Бессмертие Сознание Внутри шла на Землю вместе с ее явлением в грешный мир. Эпохальная учительница Духа заложила вселенскую культуру для образованного человечества. Космическое полеискусство третьего тысячелетия Виктории Преображенской. Этакую квинтэссенцию красоты, любви и премудрости. Многогранный синтез духовного искусства, открывающего человеку вечное знание. Явление Матери Мира в Русь – это планетарный переворот во всех смыслах этого понятия. От перехода низшего сознания к высшему до перемены сознания Земли и перевода всего зодиакального небесного круга в новый временной виток. Это алхимия Света. И идея моя воплотилась. Знающие Матерь Мира имеют уже преображенное сознание. Сознание, наполненное фахатом Матери Света. Матерь Мира со своим супругом Вечности Иоанном Петром II несет свет любви в этот мир. Открывает изо дня в день все новые и новые горизонты божественной науки. Наука Матери Мира беспредельна и абсолютна. Сегодня мало сказать верующие в Марию Деви Христос. Вера – это низшая ступень развития человека. А вот знание, осознание – это высшее постижение истины. То, что сокрыто и невидимо, становится явью, откровением. Наука о свете и его трансформации проста и всеобъемлюща. Все, что не описано пером, озвучено словом. Свет – это вечная субстанция, которая никогда не убывает в мире Духа. Свет разряжает материю и делает ее духосветной и прозрачной, озвученной музыкой сфер и многомерной. Да будет свет! Ура! Аум! Ра! Многие из вошедших в эту сакральную книгу работ были рождены мною высшей любовью и верой в совершение высшего замысла во Вселенной – преображение сознания землян. В жестких условиях украинских тюрем, в тюрьме СБУ и на Лукьяновке, Киева, куда на 1260 библейских дней была упрятана темными силами Мария Дэви Христос, жена, обличенная в солнце, за слово истины и имя свое новое. И слово сие сильно, ибо было высечено кресалом огненной мысли в кромешной тьме и духовном одиночестве. Но все же то, что было еще дополнено спустя годы, не укладывается и в сотни книг, «Ибо слово Матери Мира фахотично и сильно высшей волей и разумом той, кому должно возжечь на земле вечный огонь Вселенского Духа». Безусловно, преобразится планета Земля и станет Бога Мой, Бога есть Мать. Центромом Вселенной станет город Евы Киев, Ки дух, энергия Евы, земной первоматери, прародительницы. Даже в самом названии проречено будущее. Этот град не будет узконациональным, это будет град света, от которого начнется золотой век Матери Мира. Раса будет едино посвященной. Язык единый, райский, сурьский, русский, солнечный. Устремление единое – возродить целую планету подобных Матери Мира, Логосов, Человеков. Благословляю вас, обрести истинное знание Вселенской Любви, войти в золотой век грядущего преображения, неся свет в душе, преодолеть все препятствия на пути к истине, исполнить основной кон любви и единства Матери Мира. Мира вам, гармония, свет и добра. Ваша Матерь Мира. 2013 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова